Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы находимся на Американском Конгрессе Телемедицины и у нас в гостях профессор Саммерс, который является основателем и руководителем программы референсных центров по телемедицине. Профессор Саммерс, мы рады вас видеть. Спасибо, что уделили нам время. Расскажите, пожалуйста, что такое телемедицина? Что она значит для вас? Это больше касается общения между врачами или общения между врачом и пациентом? Или это какие-то другие формы общения? Это подразумевает все обычные способы общения, которые мы используем в медицине сегодня. Это и общение между врачом и медсестрой, и общение между врачами. Только все это происходит в рамках аудио- и видеосвязи. То есть телемедицина – это в первую очередь средство связи, нежели конкретный способ общения. По сути, это такое же общение, какое мы используем сейчас, только оно организовано при помощи других средств связи и на расстоянии. Как телемедицина помогает врачам в их ежедневной практике? В тех местах, где уровень медицинских услуг ниже, вдали от города, в сельской местности, там, где не хватает ресурсов, у врачей, работающих в таких условиях, появляется доступ к специалистам, урологам, например, или другим специалистам, которые могут проконсультировать по важным нюансам лечения, не имея при этом необходимости доставлять пациентов в большой город для получения этой консультации. Какова доля виртуальной консультации от общего числа консультаций? Эта доля растет каждый год, ее размер все еще небольшой. Это зависит от вида врачебной практике. Использование телемедицины можно чаще встретить в сфере первичной медицинской помощи. Если же вы, например, нейрохирург, то для вас это не особо востребовано. Но мировые сообщества видят все большую актуальность использования телемедицины, особенно в сфере неотложной медицинской помощи, в отделениях неотложной медицинской помощи. Там это довольно широко распространено. В каком формате происходит это общение? Это больше похоже на общение через скайп, или это отправка медицинских документов, или отправка изображений? Это совокупность всех видов связи. Ключевым моментом, особенно это важно у нас в США, является приватность. И ХИПА – это новый закон о вопросах приватности в медицинской сфере. Поэтому нам необходимо иметь защищенные и зашифрованные платформы, подходящие для работы с приватной информацией. У скайпа такой защиты нет. Мы также определили для себя в США, что такие виды коммуникаций должны включать в себя не только аудио, но и видео, по той причине, что при использовании одного лишь аудио сильно страдает качество консультации. Мой вопрос больше касается того, какие инструменты врачи используют чаще всего в телемедицине. Это видео-чат или асинхронная консультация, или передача медицинских изображений? Да, это все вышеперечислено. Конечно же, мы пользуемся передачей изображений. Мы пользовались этим на протяжении десятилетий, включая ЭКГ. Даже еще в 70-х годах мы отправляли друг другу результаты ЭКГ. Что отличает телемедицину сейчас, так это то, что я как врач могу пообщаться с пациентом, находящимся от меня в тысячи километров. Я могу узнать об истории, могу узнать об болезни, из уст самого пациента. И вот это очень важно. Давайте поговорим о системе центров телемедицины Centers of Excellence. Какова была цель создания такой системы? Насколько вы можете видеть, телемедицина появилась в США из-за необходимости. Однако не было никаких стандартов или общих правил оказания помощи. И правительство, получая все больше и больше запросов на оплату такого вида услуг, захотело определить стандарты и организовать платформу, где оно могло бы испытывать инновации. В США есть только два центра Excellence. Мы и Южная Каролина, Миссисипи и Южная Каролина. И правительство использует нас для определения наилучших практик, для проведения исследований, для испытания новых технологий, с тем, чтобы влияние на центры оказывали не производители и провайдеры медицинского оборудования, а провайдеры медицинских услуг. А кто финансирует эти центры? Они финансируются правительствам. Мы получаем финансирование не только для нашей практики, значительная часть идет на проведение исследований, хотя мы также оказываем платные телемедицинские услуги. Могут ли другие клиники использовать ваш опыт в их практике? Да, и они используют. Мы часто подсказываем им, как применить наш опытный лучшим образом, какой путь будет более рациональным, как обрабатывать получаемую информацию и оказываем им профилконсультацию. То есть вы можете помогать другим клиникам в применении телемедицины? Да, мы консультируем и подсказываем, с чего начать. Сколько человек работает в центре? В общей сложности, считая врачей из разных сфер, около ста человек, включая врачей, медсестер и другой медицинский персонал, который тем или иным образом взаимодействует с телемедициной. Каковы главные препятствия в применении телемедицины на практике? В данный момент не существует ясного понимания того, как должна оплачиваться работа врачей. Например, в нашем штате Медикейд готовы это оплачивать, а Медикейд, напротив, не готовы. Некоторые из частных страховых компаний готовы платить, некоторые нет. То есть сейчас все это находится на этапе развития, поэтому главное препятствие – отсутствие ясной модели оплаты труда. Каковы основные условия, предъявляемые клиниками к телемедицине? Обычно это требования, касающиеся наличия экспертов в определенных областях. Это самое ценное, потому что практикующий врач поможет пациенту в простых вопросах. Но как только пациенту нужна более сложная помощь, вместо того, чтобы ехать за сотни километров, он без промедления может получить удаленный доступ к специалисту. Поэтому доступ – это ключевой фактор. Как телемедицина применяется в неотложной медицине? Какие инструменты используются в этой сфере? Вот что мы обнаружили. Мы начали этим заниматься 16 лет назад, когда обнаружили, что множество клиник в сельской местности находятся на грани закрытия из-за того, что они не могут обеспечивать круглосуточную работу своих отделений неотложной помощи. Поэтому мы предоставили им специалистов среднего звена, практикующих медсестер-фельдшеров. При помощи телемедицины мы смогли сделать так, что они продолжили работать с нашей помощью, используя в основном камеру, аудио и видео оборудование, стетоскопы и другое оборудование, необходимое для приема пациентов. Какое, с вашей точки зрения, основное направление развития телемедицины? Я представляю проникновение телемедицины практически во все области здравоохранения, особенно в сельской местности. Там, где страдают от недостатка медицинской помощи, там и будет основной рост применения. Я думаю, что в будущем от клиник, практикующих в небольших городах, будет ожидаться тот же уровень оказания медицинской помощи, как и в больших городах. И телемедицина будет главным средством в достижении этой цели. Мы также исследуем применение виртуальной реальности и другие технологии, которые помогут нам дополнить нашу работу с пациентами. Еще одно направление, о котором мы размышляем, это избавление пациента от необходимости посещать клинику и предоставление ему доступа к телемедицине непосредственно из дома. И мы уже осуществляем это на практике. У нас сейчас около 300 пациентов находятся на удаленном наблюдении. Каждое утро они включают свой iPad и общаются со своим медсестрой. Медсестра проверяет их уровень глюкозы, давления и так далее. Ведь многие из хронических заболеваний, за которыми мы наблюдаем эпизодически, требуют ежедневного внимания. Только так можно уберечь пациентов от госпитализации и сохранить их здоровье. И этот способ дает такую возможность. Поэтому в будущем мы можем говорить об опыте использования телемедицины непосредственно потребителям. И это большое дело. В продолжении этой темы, скажите, какие медицинские приборы вы используете в своей практике? Мы проверяем кровь, проверяем давление, собираем много разной информации. Например, проводим психиатрическое обследование, чтобы получить картину психического здоровья пациента. Мы оказываем удаленную консультацию. Ведь за те полчаса, что вы на приеме у врача, невозможно получить достаточной информации о своей болезни. Невозможно подробно рассказать о питании или дать тебе нужные рекомендации. А через удаленное общение пациент может получать консультацию ежедневно. И таким образом может лучше понять, как бороться с болезнью. Профессор, спасибо большое за то, что уделили нам время. Спасибо за такое интересное интервью. Спасибо. 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 Спасибо.